Пушкиным было написано более 600 эпиграм. Поэт буквально наводнил Россию мемами собственного сочинения. А спустя 225 лет Александр Сергеевич, а также кот ученый Евгений Онегин и Владимир Дубровский уже сами стали героями современных юмористических картинок, поселившись на просторах интернета. Здесь и поэт, который отвечает на извечный вопрос «А кто за тебя это делать будет? Пушкин?» «Почему все время я?» и современная интерпретация романа Евгений Онегин и даже сравнение классика с рэпером. У Пушкина афроамериканское происхождение, блестящее умение стрелять и бесспорно изумительный слов. Кстати, не только эти способности поэта нашли отражение в мемах. Прежде всего, конечно, отмечаются какие-то человеческие качества Пушкина. Необычайное пушкинское трудолюбие. Можно вспомнить ту же «Болдинскую осень», когда за три месяца написаны и «Маленькие трагедии», и «Повести Белкина». И вот один из мемов как раз об этом нам говорит «Наташа, мы все успели дописать». А вот это крылатое выражение, пожалуй, слышали многие. «Спокойно, Маша, я Дубровский». Но что интересно, сам Пушкин этого не писал. Вот что говорил его герой на самом деле. «Я Дубровский. Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени». Достоверность вообще не самое важное требование к юмористическому контенту. Основное – актуальность. Поэтому вот тут, например, Пушкин как бы извиняется перед всеми школьниками. «Я не знал, что вас заставят все это учить». Это тот формат, который и возник, да, как формат, который способен откликаться в душе современного человека, современного школьника. Если он смотрит эти картинки, то, наверное, уже у него может родиться какой-то интерес. По крайней мере, то, что Пушкин живет в мемах, показывает, что он жит. По статистике, у жителей нашей страны именно Александр Сергеевич занимает первое место в списке выдающихся личностей прошлого. Оттого и фраза писателя Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше все», которую он произнес в 1859 году, тоже стала своего рода мемом. И актуальна до сих пор.